Всем привет! Делаю гульку, хочу ответить на ваши вопросы и хочу сделать макияж. Да, очень хочется сделать. Я сегодня веду третий вебинар, поэтому я подготавливаюсь к вебинару. Значит, артикул 66-62, вот такая вот классная, да, антивоспалительная штучка, это активный ингредиент мастера австралийского чайного дерева, который успокаивает кожу и уменьшает покраснение. Да, до вебинара у меня полтора часа. Я решила заранее снять для вас ролик, потому что вы очень часто спрашиваете про палетку Целебрайзинг Мейкап. Я не помню, я, по-моему, с ней уже делала, да, я с ней уже делала макияж, но вот кто-то говорит, что как будто бы и не делала, да, то есть, ну, давайте я повторю сегодня с ней. Мне она очень нравится. Вот этим спонжиком я не, получается, этим спонжиком я не пользуюсь. Я пользуюсь только кисточками. Практически все кисти у меня от компании Фаберли, которые не от компании. Я их покупала до того, как в компании появились кисти, да, то есть, таким вот образом. Тут ко мне Викусика пришла поваляться, да, Викусик? Викусик, скажи привет! Да, ты вишенку нашла, кушай, кушай. Черешня у нас пошла, наконец-то, спелая, да, на югах уже все есть, а мы как отсталые в Кирове. Вот, значит, я наношу немножко, как вы видели, совсем чуть-чуть, для того, чтобы просто, оба, Вика, гром гремит, да, на улице гроза. А, вот интересно, состоится ли мой вебинар. Грохочет вообще, сияет, вообще, что попало. Макияж вот такой дневной, повседневный я делаю очень быстро, ребята, прямо мгновенно, минут за 10-15, если его не снимать. Я уже об этом говорила, да, то есть, нашла в запасниках пудру, которой уже нет в наличии. Очень она мне нравится, но я нашла ей, в принципе, достойную замену. Мне очень нравится наш новый пудраблер, но и эту нужно просто потратить. Все кисточки, как вы видите, от компании Faberlic. Сейчас, на данный момент у меня, я очень легко с ними подружилась. Вот, особенно кисть кабуки мне нравится, я ее тоже вам покажу. Кто еще не видел, но она у меня в каждом обзоре, я ее каждый обзор хвалю. Наконец-то она появилась в наличии. Я себе еще заказала две штучки в запаснике, потому что, не дай бог, ее уберут. Я хотя бы буду иметь запаснички, потому что компания Faberlic, она очень любит. Да, так, побледнились. Прыщечки замазали. Да, никак не могу с акклиматизацией побороться, если честно, но никак не получается. Да, вот та самая кисточка кабуки, шикарная, классная. Люблю ею наносить именно вот наш новый хайлайтер. Артикул 6557, 3,3 грамма. Он идет запеченный бронзер, простите. Опять я этот хайлайтер, ну, в общем, вы уже поняли, да. Оговорка такая у меня дурацкая. Каждое мое видео, да, то есть я просто вот так вот рисую. И вот такой вот обязательно убираю подбородочек. Спортом занимаюсь. Кстати, одно еще видео не выложила. Занятие спортом, но что поделаешь. Угу. То есть сегодня будет палета целембрайзинг мейкап. И сейчас я быстренько законтурируюсь, чтобы потом после видео не контурироваться. И все будет хорошо, да. Далее я беру скошенную кисточку. Вот у меня есть еще такая вот палеточка. Тут, к сожалению, это тоже Фаберлик. Контур. Контур называется. Вот, к сожалению, тут вот, да, вот это контур, это хайлайтер, это румяна. И, к сожалению, нет артикула, но это теплая палетка, да, как вы видите. Я ее набираю таким вот образом. Вот так вот. Потом переворачиваю. Смахиваю лишнее, переворачиваю. И пошла доделывать. Потому что каким бы бронзер крутым ни был, все равно цвета немножечко не хватает. Ну, вы сами знаете, у меня контур, он больше всего уходит, быстрее всего. Да, то есть, видите, тут таким же образом. К сожалению, свет падает плохо, поэтому и вам будет плохо видно. То есть, скашиваю. Кажется, что пятнами на камеру, но абсолютно не пятнами, честно слово. Вот, да. А вот так вживую смотрю идеально. Меньше не нужно, но вот кажется, что вот тут, да, переборщила. Но нет, вживую этого нет. Это что-то опять камера тут такое творит, что получается не особо, да. То есть, яблочки, 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 яблочки. Поэтому я буду смотреться в зеркало. Вот, но так как макияж все-таки у меня для, получается, для вебинара, я понимаю, как я буду интересно смотреться на камеру, поэтому я немножечко убавлю. Вот говорят, что камера съедает 80% макияжа. И действительно, я считала это тоже так. Но вот сейчас с нашими новыми палетками как-то странно получается. Чуть-чуть подтушую. Вообще странно получается, потому что такое ощущение, что оно, наоборот, увеличивает, да. То есть, вживую меньше видно, чем на камеру, да. Такое вот тоже бывает, хотя, как вы видите, все окей. Ну, тут вот еще подтушевать по-хорошему. Ну, тут еще, видите, свет так падает. Ну, и поехали к нашей новой палетке. У меня тут куча различных кисточек. Вот, различных, преразличных. Где-то еще одна моя любовь пропала. А вот она. Вот это, кстати, где-то я в Литуаль, что ли, покупала. Вот, что я делаю в первую очередь. Люблю вот так хватать, поэтому не обессудьте. В первую очередь, конечно же, я наношу тени светлые, как подложечку, на абсолютно все века. Прямо абсолютно все. Могу еще вот тут вокруг, под глазами могу нанести. Вот. Мне нравится. Мне нравится. Я очень редко пользуюсь, убирая синяки под глазами, потому что у меня их практически нету, и мне это не нужно. Поэтому. Ну, некоторые девчонки есть, нету, все равно стараются это сделать, но не я. Да, такое вот у меня огромное зеркало. Это я, кстати, делаю тут презентацию. Да, делаю свою презентацию, вот, в которой буду участвовать. Итак, сначала я беру какую-либо подложечку, такую небольшую, то есть, и начинаю вбивать в уголочек. Еще раз повторяю, что я не знаю, каким образом я так вот наношу тени, что они у меня не осыпаются. Вот. Ко мне недавно приходил мастер, и она, у нее все сыплется, у нее прямо куча целая. Я не знаю, под что там руки заточены, если честно. Вот. Но мне нравится, как она тушуется, что она абсолютно не осыпается, что у меня с ней нету никаких проблем, да. То есть, вот, такую вот незаметненькую, да, грубо говоря, легонькую подложечку делаете, а несколько цветов смешиваем мы для того, чтобы была глубина взгляда. Если вы просто один цвет нанесете, это будет, ну, реально пустовато. Вот у меня сейчас девчонка знакомая, я ей все время говорю, слушай, ну что же ты наносишь один темный и растушевываешь его в какой-то светлый серый, и все, у тебя же большая палета. Говорю, попробуй нанести различные цвета, да, вот слегка, так, сейчас, да, вот так вот будет лучше, да, на свет, вот слегка, да, вот так вот чуть-чуть, и уже получается немножечко, да, лучше. Потом я могу взять вот этот вот рыженький, он мне безумно нравится, но я его беру абсолютно чуть-чуть и перемешиваю вот так же, еще вот этот мне цвет нравится, да, то есть я любые вот эти вот могу взять, а могу взять их все вместе, да, то есть вот таким образом. То есть на кисточке не остаются, я ее почему-то вот так, как делают, я ее не стряхиваю, и я начинаю точечно вот так вот в глазик наносить, в складку и потом растушевывать. Тоже получается изумительно, мне нравится вот такая вот глубина цвета, когда цвет вообще неопределенный и непонятно какой. То есть я повбивала, а тушу ее уже потом, когда оно вбито, когда оно сделано, причем я всегда наношу тени без базы для макияжа, хотя у нас сейчас есть эта база, но я, честно сказать, я все время забываю, почему? Потому что века у меня не жирная, оно не жирнится, но на какие-то хорошие такие мероприятия я этой базой пользуюсь в первую очередь. То есть такой вот приятный блеск, очень шикарный, да, видите, я расслабляю глаза, и теней практически нет, они все остались там в складке, потому что века у меня тяжелая. Вот, потом, значит, если мне хочется растушевать, я беру чистенькую кисточку и вот так вот слегка подтушевываю, и получается очень красиво и аккуратно. Потом я делаю еще подводочку снизу, да, то есть тоже какие-нибудь любые два цвета, перемешиваю и снизу тоже легонько делаю, но делаю с половины глаза и не больше. Мне около основания не нужно. Вот сколько раз мне подводили глаза потемнее, я видела, что мне это не нравится. То есть таким вот образом. И самый черный уже в завершении, если вдруг действительно цвета не хватает. Мне уже хватает, потому что я светленькая, но я просто для вас покажу, как же он наносится. Он, кстати, менее такой пигментированный, если честно, его надо побольше. И мне кажется, что он у меня так вот и останется, потому что вот его темный вот этот оттенок очень сложно нанести, тем более на возрастной век, потому что когда я наношу, видите, он у меня уже века такой, что сложно нанести, чтобы было ровно из-за того, что уже морщинки появляются и так далее. Вот, но я все равно стараюсь. То есть вот чуть-чуть в уголках я прибавила цвет. То есть этими тенями вы сделаете красивую, аккуратную тушевку. Причем даже те, кто не умеет тушевать, ими будет легко сделать красивый, аккуратный, приличный глазик. Да, то есть так вот, так вот. Ну, без бровей, конечно, и без ресниц не то. Далее беру подводной карандаш. Это наш лайнер. Он идет как фломастер, да, то есть такой вот интересный. Он не блестит, он высыхает, и он что-то типа суперстойкий, но в воде он смывается легко одной водой. Вот, то есть он не водостойкий. Так, и я вот так чуть-чуть подвожу до того, как красить реснички, совсем немножечко, и у глазика уже появляется какое-либо обличие. Тоже не люблю подводить толстую стрелку, я люблю просто выделить немножечко, да, выделить слегка. Могу вот так сюда чуть-чуть, реснички могу подкрасить этим карандашом, потому что реснички светлые. Вот, и то же самое делаю с другой стороны. Я могу сделать жирную подводку, толстую, но не на повседневный макияж. Мне она не нужна, получается. На повседневку. Хватит, абсолютно хватит, потому что еще накрасим ресницы. Вот, таким вот образом. И поехали с вами тушь Кликинг Гоу. Раз уж мы ее открыли, я уже ее дорасходую. Вот, ресницы вроде бы начали отрастать. Я уже около шести дней пользуюсь нашей сывороткой для роста ресниц. Кому нужно? Пишите в комментариях, я обязательно вам скину артикул. Она у нас одна единственная, я думаю, не должны запутаться, но вдруг, мало ли. То есть некоторые ищут каталоги в бумажном, да, которые на сайте можно онлайн листать. А еще у нас есть, получается, онлайн-каталог, и вот он как раз раскрывает весь ассортимент наш. А бывает, некоторые не знают про этот ассортимент и берут только то, что есть в каталоге, потому что им наставники дают листать каталог. А на самом деле, ой, у нас сколько продукта, обалденное количество. Даже вот в корзинке, когда вы делаете заказ, там есть сноска продукты, доступные только онлайн. Там можно утонуть. Почему только онлайн? Потому что их, ну, просто не напечатали в каталоге, иначе каталог был бы полторы тысячи страниц, да. Вот. Из-за этого. Поэтому здорово. Конечно же, наляпала. Еще к чему. Да, ну, мы сейчас это быстренько все уберем, закрасим. Да. Когда торопишься, что-нибудь бывает не так. Красивый такой цвет, знаете, блестящий. Он абсолютно не матовый, да, как вы видите. Но блеск благородный, приятный, не бросающийся в глаза. То есть он, ну, такой, хорошенький. Да, как вы видите. Прям хорошенький. Ну, еще можно под конец вот этим вот оттеночком, где-то у меня еще вторая кисть была широкая. А, вот она. Еще одна такая же, да, как вот эта. Маленькая. Она идет для растушевки теней, но я ей все-таки наношу больше теней, чем растушевываю. И можно взять вот этот или вот этот оттеночек, да, то есть и слегка, чуть-чуть сделать такой вот небольшой переходик. Да. Ну, то есть и уже взгляд становится более-менее такой многогранный, что ли. То есть таким вот вот так вот. Далее я пытаюсь докрасить, но это бесконечная палетка. сколько бы в ней я бы не проделывала дырок, она никуда не девается у меня. Одну сломала Вика, вот я купила вторую, третья у меня в запасниках лежит. И знаете, что я вам хочу сказать, запасниками в компании Фаберлик пора прекращать, потому что если раньше продукт уходит и ассортимент, вот ваш любимый я имею ввиду, да, продукт уходит, и ассортиментом компании было сложно, да, чем-то заменить, то сейчас абсолютно другая ситуация. Выходят продукты лучше, круче, качественнее, и получается этот уже ну, не такой, как вот те, например, да, то есть вот хотя этим я тоже легко делаю макияж, он мне нравится, тоже абсолютно матовая палетка, абсолютно такая классная, хорошая, то есть подращесать. Брови я недавно красила, поэтому всегда их нету, щеточкой красить, прокрашивать не буду, пусть такие и остаются волосатики, вот, мне тут написали недавно в комментариях такую прикольную штуку, Аня, а почему вы вот брови вот у вас густые, вам хорошо, вы можете современно сделать укладку, а вот у меня, например, бровей нет, я их удаляла, удаляла, делала, делала татуаж, брови закончились. Ну, блин, ребят, у нас есть сыворотка для роста бровей, хотя я ей не пользовалась, но девочки в чате хвалят, не потому что, ну, куда еще длиннее, я их и так вечно подстригаю, они такие длиннющие. Ну, все, 18 минут, хотела ответить на ваши вопросы, кстати, сейчас, прежде чем нанести помаду, зачитаю ваши вопросы, чтобы их найти теперь. Боже мой, как летит время, сколько всего интересного. вот меня спрашивают, вы строгая мамочка вообще, какая вы для детей? У меня абсолютно разные две истории по взращиванию детей, потому что дети очень разные, с очень разной умственной подготовкой, физической подготовкой и так далее, и на такой вопрос, конечно, сложно ответить. Я могу сказать, что я слишком добрая, слишком сердовольная, но наругать, если вот человек действительно наглеет, не важно, дочь это мне, не дочь, я могу наругать. Наругать в плане поступки своего ребенка, а не самого ребенка, что я всегда говорю, слушай, ну ты такая солнце, такая умная, капец, говорю, ну откуда у тебя такое вообще, вот такой поступок вылез, как можно было догадаться, такой поступок совершить. То есть я ругаю поступок ребенка, и мне кажется, поэтому у нас более-менее такие нормальные доверительные отношения, да, можно так сказать. Вот, но на самом деле я не строгая мамочка, но есть у меня, может быть, это связано с моей профессией, нотки такие, так, помада, очень мне что-то она понравилась, так, 40, 777, не знаю, есть она, нету, полуматовая, у нее неприятный аромат, она такая и пришла, мне вся линеечка с очень неприятным ароматом, но с очень хорошими, красивыми цветами, такая она полублестящая, вот, 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 полуматовая, полублестящая, полуматовая, в общем, вы меня поняли, да, нравится она мне, действительно, и она, знаете, прям жирная до ужаса, так, как-то я бы показала бы вам ее, прям жирная, видите, она даже не просвечивает, она очень плотная помадка, очень плотная, вот, ну, и по поводу детей, я долго думала, дня три, как ответить на этот вопрос, и, если честно, ну, вот, как воспитывать особенного ребенка, скажите, да, то есть вот ребенок с диагнозом аллалия, аутизм и так далее, как можно ребенка воспитать такого строго, вот я, например, не касаясь ее, чему-то удивляюсь, там, ну, ничего себе, и Вика уже напрягается, да, моя младшая, закрывает глаза, уши, и ждет, что-то будет, что-то будет, то есть если я крикну непосредственно на Вику, я даже не знаю, что будет, как она напугается, потому что Вика не переносит шумы, она боится, когда сверлят, например, соседи, она боится всего, вот, пока что на данный момент, это до такой степени пугливый человечек, что там просто быть строгим, и кричать там, да, то есть быть какой-то не такой мамочкой, а только доброй и чуткой, ну, там никак не получится, как я совмещаю бизнес и ребенка, у меня работают няни, да, вы это знаете, воспитатели, вернее, даже не няни, и они сидят с Викторией, я в одной комнате работаю, они в другой комнате работают, то есть что получается, получается то, что я в любой момент, хоть 50 раз в день, подбегаю, целую, обнимаю, спрашиваю, что не так, если она где-то закныхала, заревела, я тоже прибегаю, спрашиваю, то есть она ко мне может прийти, в любое время получить свой тём-тём, то есть у нас нету в отношениях того, что иди отсюда, маме не мешай, я ни за что такое не скажу своим детям, ни за что, я ей говорю, мама работает, давай я тебя поцелую, и ты пойдешь, да, например, если это во время прямого эфира, во время вебинара, я так и говорю, и в принципе она более-менее понимает, вот, другой момент, когда ей что-то запрещают, и она бежит ко мне, чтобы я всё-таки это ей дала, да, и я уже решаю, дать ей это, не дать ей это, например, шоколадку перед обедом, ну, ребёнок уходит в слезах, потому что мама не дала шоколадку перед обедом, а сказала сначала поешь, вот, такие моменты тоже бывают, поэтому с особенными детьми, я никакая мама, я подстраиваюсь и слушаю специалистов, то есть я ничего не дам ребёнку, пусть она хоть уваляется на полу, хоть пусть она хоть уорётся, ещё что-то, но пока она мне не скажет, мама, я хочу шоколад, я ей этот шоколад не дам, потому что это нужно для её, ну, как сказать, социальной адаптации, что ли, да, обычной социальной адаптации, если ребёнок на улице, потерявшийся, например, может сказать там, кто его родители и так далее, наша пока не может этого сказать, да, как бы мы её не учили, вот, а старшей дочке сейчас 20 лет, воспитывать поздно, у меня её вырастила практически, до 8 у меня её растила мама, и, как бы, ну, там есть замашки маминой, когда делать всё хорошо, доделывается до конца, в общем-то, она вырастила её достойно, потому что я, не знав о существовании бизнеса, пропадала на работе, и моя старшая дочка лет до 8 вот с няней была, потом нам сделали операцию на сердце, я сидела полгода с ней дома, и вот там я первый раз и познакомилась с онлайн-бизнесом, благополучно его бросила, ушла в найм, меня мама отпустила, в общем-то, и сколько-то она вот так за ней сидела, смотрела, вот, операция прошла без каких-либо последствий, у нас было окно, 3 на 4 в сердце, то есть врождённая патология, сказали, или после отравления, но она у нас 2 года отравилась сильно, её еле откачали, вот, отравилась, конечно, не по моей вине, ну, как не по моей, я оставила ребёнка, побежала на работу, не с тем человеком, с которым должна была оставить, надо было оставить с мамой, мама была в огороде, а я была заведующей магазином, и сказали, завтра СЭС, я оставила на подругу, и мама должна была забрать у подруги этого ребёнка, через 2 часа, ребят, 2 часа, она за 2 часа успела выпить глазные капли, и мы её еле откачали, вот, больше я, конечно, никому своё дитё не оставляю, неквалифицируемому человеку, да, то есть она меня уговорила оставить, но походу играла в свой телефон, и не заметила, что вот ребёнок на такое способен, потому что у самой нет детей, по идее ругать не за что, но жизнь посильна, слава богу, вот, и, конечно, ну, какая я строгая мамочка, с одной стороны строгая, с другой стороны я всегда рядом, я всегда рядом, ко мне можно прийти, мне можно всё рассказать, и я никогда не заругаю, ах ты вот так вот сделала, вот тебе на за это, там, получила по заслугам, я в жизнь такое не скажу, в жизни я такое не скажу, да, то есть бить детей вообще, было один раз шлёпнула Катюшу по попе, ей было 6 лет, она украла у меня деньги, и накормила всю площадку чупа-чупсами, и я в этот день просто не уехала на работу, и я ей шлёпнула не сильно, вот, но я совершила такой плохой поступок, что я уже сто раз попросила прощения, но я сама себе его простить не могу, не знаю, как мне это отпустить, потому что я её нашла всё-таки на площадке, смотрю, все дети сосуд чупа-чупсы, твиксы, марсы, баунти едят, я говорю, это что такое, откуда у тебя столько денег, это кто вам дала, не Катя нас угостила, Катя, мы ходили в магазин, мы выбирали, ну, и я в этот день не уехала на работу, то есть мне поставили прогул, мне дали штраф, да, то есть всё такое прочее, у меня не было денег на работу, я работала, я, мы жили в посёлке, а работала я в городе, я работала продавцом, вот, такая вот ситуация, и я прям вот тыльной стороной, говорю, дала ей так вот, по заднице, и сказала, ну, домой быстро, то есть я не знаю, почему я это сделала, и я понимаю, что я прилюдно это сделала, и это очень плохо, и не то, чтобы удар был больной, да, то есть, но это всё равно считается рукопрекластом, унижением человека перед другими, но я вот была в тот момент так взвинчена, да, то есть, но она же не догадывалась о том, какие могут быть проблемы, вот, как бы была у нас такая ситуация, а так, в принципе, Вику воспитывать, конечно, нам сложно, морально сложно, тяжело сложно, вот, а Катюшка, ну, она выросла умницей, красавицей, я за ней никогда не проверяла уроки, она училась сама хорошо, 4-5 у нас всегда твёрдые, вот, то есть, ну, по меркам, да, общества, ну, серебро, да, вот так можно сказать, поэтому, в принципе, я не переживаю за то, что у нас что-то, где-то там, не клеится, ещё что-то, да, бывают проблемы, бывают разногласия, что, ой, опять мы приготовили макароны, я макароны не ем, я хочу похудеть, а кроме макарон ничего нет, и я говорю, так, а я что буду кушать, да, то есть, начинается там, да, то есть, решение, да, и девочки у меня, хозяюшки подумают, ой, точно, да, то есть, готовят там мне брокколи, ещё что-то, вот, и Катюшка бывает, подходит, говорит, мам, мне виноват, это я макароны попросила, я говорю, Катя, ты молодая, ты можешь кушать, что хочешь, говорю, мне уже 40 лет, я должна себя, ну, 38 скоро будет, да, то есть, я должна уже себя ограничивать, потому что, что ни нюхну, со всего пухну, да, хотя гормоны в норме, я тоже гормоны проверяла, поэтому, какая я мать, какой я воспитатель, я не скажу, я не знаю, и это судить не мне, в принципе, да, то есть, потому что, Катюшку мы вырастили с моей мамулей, не со свекровью, а с мамулей пополам, и я не знаю, что было бы, если бы я её полностью растила, или что было бы, если бы она её полностью растила, там было совместное воспитание, потому что, особенно, когда нужно было Катю собирать в школу, одевать на зиму, дети же, они растут быстро, прошлогодние, не то, чтобы износилось, а уже мало, вот, и я никогда не любила покупать одежду с рук, ещё что-то, я всегда хотела новое, а так как я растила Катюшку одна, Антон к нам в семью пришёл уже намного позже, мама-одиночка и так далее, то, конечно, я могла неделю, да, поработать без выходных, и получить под расчёт побольше денежек, и съездить Катюшу одеть на зиму, собрать в школу и так далее, потому что я не любила ни кредиты, ничего, хотя пару кредитов я брала, помню, давным-давно холодильник брала в кредит, потом машину с телевизором, ну, что-то такое, да, мы брали, я помню, сейчас телек сломался, сходил, купил, даже не заметил, да, минус в бюджете, а раньше это было тяжело, до того, как мы начали бизнес, вот, ну, вот, в принципе, я не знаю, мне кажется, любая нормальная мать, вообще любая мать, нормальная или ненормальная, она все равно будет себя ругать, она все равно будет говорить, я плохо воспитала, у меня была куча плохих поступков, да, то есть дети у меня такие-то, такие-то, но я штампы на своих детей не ставлю, потому что они личности в первую очередь, меня воспитывала мама как, она меня вообще не контролировала, вообще, то есть я была предоставлена сама себе, вот она мне, я к ней раз подошла, я говорю, мам, мне было 14 лет, я говорю, мам, у девочек капроновые колготки, я тоже хочу, можно мне, купи мне капроновые колготки, она говорит, ты сыта, накормлена, одета, если тебе что-то нужны, какие-то излишества, иди и работай, и я пошла на работу, и в 14 лет я пошла мыть полы, я мыла полы, три месяца, мне ближе к августу, где-то в конце августа, выплатили зарплату, и я на эту зарплату купила себе туалетную воду, и две пары капроновых колготок, ой, две пары, двое, вернее, две пачки капроновых колготок, причем неправильно купила размер, одни были велики, вторые нормально, одни велики были, я так расстраивалась, ревела, мама забрала их себе, потому что она больше меня была размером, и купила мне другие, говорит, ладно, мне колготки нужны, я тебе там перекуплю, помогу, я говорю окей, я радовалась, вот она мне купила новое, а так, в принципе, мне кажется, то, как нас с вами воспитывают родители, так мы и воспитываем своих детей, мне кажется так, вот, если я в последней группе, да, в садике перед школой с Катюшей занималась усиленно, если я, мама с ней усиленно занималась, первый класс мы усиленно контролировали, да, то есть был такой тяжелый момент, когда вот она, она вообще наделена супер памятью, вот даже взять такой пример, первый класс, она залезла под стол, играет в куклы, ее вызывают к доске, и она все идеально рассказывает, два ставить не за что, только за поведение, и вот так у нас и было, весь первый класс, пять кол, пять кол, пять кол, пять два, и так далее, да, то есть такие вот у нас были оценки, вот, и бывало, что за четверть ей грозились вывести тройку, там она из-за этого ревела, но она ничего с собой поделать не может, ну, шила в одном месте у нее, да, вот, вот с этим мы, конечно, боролись долго, я ей говорила, что вот ты за ног прозвенел, ты вставай, я говорю, прыгай, бегай прямо, вот сколько можешь прыгай, бегай, и вот тогда она сказала, мам, мне правда легче, да, то есть ей правда легче, вот, конечно, воспитатели, ой, воспитатели, говорю, уже учителя, да, в первом классе ее ругали за это, что она там носится по коридорам, но я просто потом приходила к ним, да, и разговаривала, что, ну, шила у нее в одном месте, у нас гиперактивность, мы пьем магний, мы все пили, все витамины, но если человек сам по себе вот прям поскакушка, да, как мячик вечно везде прыгает, скачет, тут уже ничего не сделаешь, она была очень подвижная, она была вечно, если Катя задерживается домой, ищи, иди ее на стройку, на стройке 100% Катя скачет, да, то есть таким вот образом, ну, все, мои дорогие, с вами была Конова Аня, всем пока-пока, рассказала вам, ну, ничего, в общем-то, не рассказала, почему, потому что я не могу себя оценивать, какая я мать, это ненормально, если человек сам на себя будет ставить печать, я так считаю,